Я вас категорически приветствую, Михаил Васильевич. Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Я вас закономерно приветствую, поскольку речь идет о законе. О законе единства борьбы противоположностей. Мы этому посвятили предыдущий ролик. И в нем речь шла о том, что всякое развитие в соответствии с этим законом идет через борьбу противоположностей. Борьба абсолютно, а единство относительно. Причем движение низшего к высшему их характеризует как развитие простого к сложному, низшего к высшему. И во всяком развитии действуют две противоположные тенденции. Одна совпадает с направлением развития, а другая прямо противоположная. Поэтому если вы не видите в жизни таких тенденций, значит у вас что-то плохо или с видением, или с сознанием диалектики, или с головой. Поэтому если люди видят только мнение, взгляды, представления, не видят борьбы противоположностей, они истину не получат. А без истины и практических действий удовлетворительных тоже получить нельзя. Значит, а то движение, которое совпадает с направлением развития, называется, как известно, прогрессом. Об этом уже все говорят, но не все знают, что это такое, и не все формулируют. А понять, значит выразить в понятиях. А вот движение противоположное называется, то есть противоположное направление развития в развитии. Оно называется регрессом, а при отнесении к обществу оно называется реакцией. То есть реакционные тенденции есть в любое время, во всяком обществе, и во все времена. Поэтому если люди хотят, так сказать, что-то понять вообще в развитии общества, в движении общества, они должны вот этим руководствоваться. Ну у нас как бы вот, ну всем же известно, что есть такой закон, единственная борьба, предположим, мы его держим слева. А тут мы обсуждаем все вопросы без того, чтобы применять, для того, чтобы видеть через призмы этого закона, что происходит. Тогда многое будет понятно, а не понятное. И тогда можно будет, между прочим, выяснить, кто носители тенденции прогресса, а кто носители реакционных тенденций. Независимо от того, что он говорит. Не важно, что он говорит, важно, что он делает, к чему он содействует, кому он помогает. Ну, например, вот говорили о сериале «Спящем». А есть не спящие, о них никто, совершенно никто не вербовал. А они вот по велению сердца помогают иностранным спецслужбам. И, например, есть люди, которые здесь, они ничего создать не могут, потому что они хают и портят, и гадят России. Ну, поэтому, если бы переехали туда, кому они служат, объективно, не субъективно, никто их не нанимал. Будем считать, что они совершенно по велению сердца и души. Ну, любят они там, скажем, в другую страну. Но они туда не едут. Почему? Потому что самая лучшая страна, где можно вот за это получать деньги, это Россия. А они туда приедут, они ничего созидательного сказать не могут. А, скажем, приедут в Америку, говорить что-то плохое про Америку, они не могут, поскольку они ее любят. И там это и не надо. Поэтому им только место здесь. Вот они здесь всеми силами держатся, чтобы, так сказать, отсюда их никто не выкорчевал. Поэтому вот иногда таких людей высылали за границу. И как они, кстати, такие смирные были, спокойные, работали там, что-то писали. Гадили, но уже гораздо меньше. Ну, меньше, ну, они, по крайней мере, чем каким-то делом. Ну, напишите книгу, раз вы такой великий, умный, там, описывайте свои, доказывайте то, что вы говорили. Или врите по полной программе, чтобы можно было это рассмотреть. Вот, то есть, когда мы говорим о представителях той или иной тенденции, это вовсе не значит, что они субъективно вот хотели там что-то испортить. Ну, вот как в той сказке про мужика и медведя, который... Медвежьего муху. Да, который хотел убить муху, которая села на спящего мужика, стукнул булыжником и убил мужика. Поэтому вовсе не надо утверждать, что вот эти люди субъективно, противники, злостные там и так далее. У них есть умысел, а если у них не было никакого умысла, они нанесли колоссальный вред. Ну, вот они будут... Можно предположить, что он дурак по жизни. Может, дурак. Он считает, как тот медведь, что вот он благое дело делает, а на самом деле не дружает. Слабые сознанием, они не разбираются вообще в обществе, не понимают, что происходит. Им кажется, что вот кто-то из позлостности занимается этим. В связи с этим мы вот обсуждали в прошлый раз тему репрессии. Ее вообще нельзя понять без понимания вот того, что в обществе идет борьба. И не просто борьба, а борьба классовая. Причем надо сказать, что вот теория классовой борьбы разработана. Вопреки тому, что большинство считает, вот я с кого не спросишь, Маркс разработал. Где вы взяли такое, что Маркс? Маркс вообще не разрабатывал теорию классовой борьбы. Это как большевики свергли царя. Да. Поэтому я даже принес, чтобы на Маркс это вот напрасно-то не возводили, письмо Маркса к Вейдемейеру. Лондон 5 марта 1852 год. А вот Вейдемейер, так сказать, вот был, так сказать, корреспондент Маркса, так сказать, они переписывались. Что касается меня, пишет Маркс, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. Кто имеется в виду Смит, Рикардо, Мактус? То, что я сделал нового, состояло в догадательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и обществу без классов. Это собрание сочинений Маркса Энгельса, издание 2, том 28, страница 424-427. Поэтому Маркс сказал, что он-то как раз занимался как бы эту классовую борьбу убрать, как бы установить вот такое государство, диктатуру пролетариата, которое ведет к уничтожению классов. Вот все, которым не нравится этот классовый подход, рассмотрение с позиции классовой борьбы, это вот наши союзники. Почему? Потому что они уже как бы устремлены все вот в такое общество, где классов не будет. Но только они не делом устремлены, а они как бы вот при наличии классов делают вид, что их нет. При наличии классовой борьбы делают вид, что нет этой борьбы. Поэтому они все время идут в одну сторону, а попадают в другую. Потому что если вы не представляете себе обстановку, которая складывается в обществе, вы ничего не можете понять. Вот эта, собственно, эпоха классовой борьбы, она охватывает всего три фазы развития общественного производства, которых исторические фазы развития производства. Это рабовладение, феодализм и капитализм. И в каждую эту эпоху правящий класс сначала выполняет прогрессивную функцию и является прогрессивным. Так, рабовладельцы, они развивали культуру, науку, искусство, строили сооружения, привлекали рабов для того, чтобы создать те творения, которые через тысячи лет восхищают взор всего человечества. И, скажем, возьмите вы феодалов, они создали крупные государства, они построили такие дворцы, целые города. Вот пример, вот этот прекрасный Петербург. Разве сравните вы то, что после феодализма создано с тем, что создано при феодализме? Это же вообще блеск при феодализме. Хоть Исаакиевский собор, хоть, возьмите, Потемкинский дворец, хоть, возьмите, творение расстрели, Смоленый собор. Это такая красота, что ничего подобного пока не удалось создать. Ни в буржуазное время, ни в советское, к сожалению. А вот прогрессивный был класс, и Петр, как прогрессивный был в свое время, царь. Разные бывают цари, прогрессивные, реакционные. На каком витке? Ну тогда, когда класс перестает быть прогрессивным, тогда и цари, которые его представляют, вот они, как и Николай II. Ну, кто его снял? Ну, не большевики же. Ну, его же сняла буржуазия, этого самого Николая II. Причем тут большевики вообще? Они его, так сказать, сместили. А он вообще как царь даже не выполнил то, что от него требовалось как царя. Ну, что значит, взял, сам написал, отрекся. Как же ты отрекся? Михаилу передал, а Михаил говорит, а мне это не надо. Ну, и так, и ты бросили это все царство, всю эту монархию. А Временное правительство, вместо того, чтобы дать землю крестьянам, пошло тогда продолжать империалистическую войну. И свою задачу, классовую, какую задачу должен был решить? Прогрессивную. Класс буржуазии. Ну, первым делом отнять у помещиков всю землю. Вы разберитесь с предыдущим классом, который стал реакционный, а буржуазия прогрессивный класс. Вот она создала свое правительство временно. И чего? Ну, вот она, значит, решила, что, а, вдруг она начнут отнимать сначала землю, а потом понравится, заберут и средства производства, и заводы, и фабрики. И останемся мы ничего. А раз вы ничего не сделали для крестьян, крестьяне поддержали большевиков. Кто виноват, что крестьяне поддержали? Буржуазия виновата. Временное правительство. Ну, вот этот взгляд с позиции классовой борьбы, оно очень важное, потому что мы, пока мы находимся здесь, мы хотели уже от него уйти. Уже Хрущев особенно хотел. Он тоже хотел сказать, что все, и государство не классовое, и партия уже общенародная, и все общенародное, и нету классовой борьбы. И у нас сейчас пресоциализм победил полностью окончательно. Представляете, окончательно. То есть, ничего не надо делать. Вот ничего не надо делать. А противоположная тенденция действует. Скажем, есть мелкобуржуазность в пресоциализме? Есть. Это что, в чем она выражается? Мне не то важно, что я делаю. Мне то важно, что за это буду иметь. Не то, чтобы я плохой работник. Нет, я работаю на заводе, увеличиваю производство. Чем больше общественное богатство, тем мне лучше. Это мой коренной интерес. Но если я смогу получить большую часть меньшего пирога, это тоже мой интерес. Поэтому позиция любого социалистического работника противоречила. А вот такой подход, не то важно, что я делаю, а то важно, что за это буду иметь. И как бы дать обществу поменьше и похуже. А взять у него побольше и получше, который сейчас есть во всех эшелонах управления. Это мелкобуржуазный подход. Ну как вот, если я просто простой товаропроизводитель, я для чего произвожу? Ну не для себя же, я же есть не буду. Если я на продажу, вы будете есть. Сам бы ел, да деньги надо. Мне деньги надо, а вам продаю. Поэтому это мне не нужно. Мне важно, что я получу. Поэтому мелкобуржуазность при социализме есть. Я вот спрашивал, когда мы были при социализме на лекциях, на больших, больших залах. А вот скажите, пожалуйста, борьба с мелкобуржуазностью при социализме, классовая или не классовая? И я не встретил ни одной аудитории, которая бы сказала, что она не классовая. Конечно, классовая. Но другое дело, что надо так сформулировать. И очень трудно мне, я в пяти журналах пытался статью о классовой борьбе при социализме опубликовать. Вот в те самые времена, которые считаются социалистическими, на самом деле это был переход социализма в капитализм, начиная с 61-го года. А никак не пробить. Наконец, товарищ Удовенко в журнале «Научный коммунизм» опубликовал о классовой борьбе при социализме. А после этого там же в этом журнале и мою статью опубликовали. Но это было очень трудно. Вот если кто говорит, вот нам сейчас не дают, а нам раньше не давали. Кто тебе будет давать вообще? Если в обществе идет борьба, никто тебе на блюдечке золотой каемочкой ничего тебе давать не будет. И все, вообще все хорошее, великое достигается в порядке борьбы. В борьбе борьбы противоположных. Если вы в борьбе не готовы, вы вообще не готовы к жизни общественной. Если вам надо, я не знаю где-то, в специальной какой-нибудь или в каком-то интернате для тех, кто не понимает, где он живет. Либо в таких местах, где за вас все делают, охраняют, баланду приносят и так далее. Куда некоторые так и попадают. Потому что они думают, что они будут хапать, а другие будут смотреть, как они хапают. А другие действительно смотрят, как они хапают. И когда они много нахапают, с интересом. И когда это тянет, тогда они их изымают и разрешают им гулять. Можете гулять. Причем эти вот люди, которые хапают, они из самых разных областей. Нет такой области человеческой деятельности, где люди не хотели хапнуть. Некоторые. Поэтому не надо рассказывать, что вот если это ученые или деятели искусства, или ищите деятели науки, деятели культуры и так далее. А кто ворует только какие-нибудь губернаторы? Вот если бы я так сказал, Михаил Васильевич, мне бы немедленно сообщили, что у меня профессиональная деформация сознания. Что я во всех вижу жуликов и воров. Ну, это у нас тут. А я разве сказал про всех? Я сказал, что есть во всех областях жулики и воры. Во всех областях. Потому что все противоречиво. А с этим кто поспорит? Я не видел, кто может с этим спорить. Вот в чем величие диалектики? И что она всеобщие вещи дает. Ну, везде есть эти противоречия. Кто не видит противоречий во всем. В том числе и в деятельности самых разных людей. Или там самых разных этажей, на которых сидят эти люди. Ну, тот слеп на один глаз. Ну, не то, что у него неправильный. Правильный. Но не диалектичный. Не истинный. А мы различаем истину и правильность. Вот если возьму только мои достоинства, это будет правильно. Это будет красиво. А если мы возьмем только мои недостатки? К сожалению, это тоже будет правильно. Но я буду выглядеть очень некрасиво. Но это правильно же. Вы будете разбираться как специалист по этим делам. Так, а вот это ваша, а это. А ты в действиях проявлялась? Проявлялась. Так. А с кем вы сотрудничали еще? А кто вам помогал? И потом вы накопаете, что у нас вообще организованы группы. Это все делалось и так далее. И потом я пойду отдыхать. И не надо будет, конечно, трудиться. Если у меня будут кормить и гулять, не меньше идем. Мы один час в неделю. То есть я понимаю, что такое не диалектический взгляд. Лучше диалектический. И тут тверже как-то можно стать. Кажется, что все ползет или плывет. Нет. Достаточно твердо. Если вы смотрите на все с пониманием, что все противоречиво, то тогда у вас позитивная сторона, позитивная тенденция должна перевешивать негативную. Если вам это удается, все идет нормально. А если вы думаете, что ее не стало, и складываете руки, и говорите, ну все, все хорошо, как Хрущев сказал. Социалин победил полностью, окончательно. Мы биться больше ни за что не будем. Раз вы не будете, вас взяли голыми руками. Ни армия не помогла. Ничего. Взяли, растащили. Огромное государство. Но мы были на пятом месте при царе в мире. После периода социализма мы стали на втором месте. После Соединенных Штатов Америки. И потом у нас было почти 300 миллионов. Ну сейчас у нас 140 миллионов. И части России, которые были долгое время, исторические части России, они уже за пределами России. 25 миллионов русских отделены от других русских. И представляют собой некое меньшинство в целом ряде государств. Это же трагедия. И это все нам хотят подать. Это вот результат того, что люди были настроены не на борьбу, как при Сталине или при Ленине. А на то, что вот уже все. Потом развитой социализм. Что у нас уже все. Все есть. Здесь я в то время помню, сколько статей выходило на эту тему. Я даже предлагал писать там. Мы вступили в этап разве-то социализма. Все писать отдельно. Или это такая высокая стадия социализма, когда еще и без денег ничего не дают. Но уже и за деньги достать ничего нельзя. А на самом деле смысл-то социализма, что это не радио, это и не полный, и не изрелый, и не спелый социализм. И вот этот самый незрелый и не спелый объявили развитым. Так если вы его разовьете, будет полный коммунизм. Что у нас полный коммунизм, что ли, был? О чем вы говорите? Нам было чего делать, чего строить. То есть мы хотим прийти к бесклассовому обществу. Нам нравятся те люди, которым не нравится существование классов. Вам не нравится существование классов? Давайте развивать производство. Давайте сделаем социалистическую революцию. Вы будете в авангарде, раз вы больше всех не любите классы. Значит, вы должны привести нас к бесклассовому. Установите диктатуру пролетариата. Без него не уничтожишь классы. Потому что, чтобы уничтожить классы, надо взять тот класс, который объективно заинтересован в уничтожении классов, а не тот, который разговаривает. Разговаривает это мы, профессора, больше всего разговариваем. Но одно дело разговаривать, а другое дело делать. Поэтому надо понимать, если вы за уничтожение классов, за то, чтобы классов не было, а чтобы не было классового подхода, давайте классы уберем. Ну, так это целая эпоха. Это надо снова совершить социалистическую революцию. Потом будет переходный период от капитализма к коммунизму. А потом будет социализм, то есть низшая фаза коммунизма. Еще классы будут. И весь этот период должна быть диктатура пролетариата, как Марк писал. А вот когда это все закончится, вот будет бесклассовое общество. Но борьба останется или нет, как вы думаете, Дмитрий Юрьевич? Конечно, останется. Конечно, останется. Потому что закон единственной борьбы противоположности, он действует не в классовом обществе. Он в любом обществе действует. Просто в классовом обществе он проявляет себя как классную борьбу. Поэтому вот, если вот взять именно антагонистические формации рабовладения, феодализм, капитализм, там был период, когда прогрессивное развитие и класс прогрессивный, хотя он и господствующий, и подавляет своих... и правильно делает, что подавляет своих противников, потому что... А иначе не будет прогресса без подавления противников. Ну и не будет прогресса, все же тормозится. А потом он становится реакционным и продолжает подавлять. И тогда что происходит? А происходит революция, которая подавляет этот класс, и устанавливается другой строй. Феодализм. При феодализме создали крупные мощные государства, которые подавляли своих противников и развивали производство, развивали производительные силы. И потом этот класс, когда вот уже в России на рубеже где-то 19 века, вторая половина, уже у нас экономика вся была капиталистическая. А власть феодальная. Сидели люди, феодалы, у них земля, все основное средство производства, они только тормозили все развитие. А раз они тормозили, то буржуазия совершила буржуазную революцию. Почему переворот у меня называют? Революция буржуазная. Радуйтесь. Не радуются. Почему не радуются? У нас раньше была трусливая буржуазия, и сейчас трусливая. Чего вы не радуетесь, что у вас была буржуазная революция? Да я бы на вашем месте сделал великий праздник в феврале. Все бы гуляли. Три дня. Минима. Как минимум. Нет, это переворот. Я скажу, вот февраль, потом он привел к октябрю. Ну что же вы такие? Не привел, а привели. Что же за класс у вас такой, что он не может никак свои интересы? Да потому что вы не сделали, не решили свои буржуазные задачи. Вы отдали все большевикам. Сами отдали. Почему? А потому что вы не настроены были на борьбу. Вы хотели все пироги получить. Кто вам дал думу, а вот было декабрьское вооруженное восстание, рабочий класс в Москве, отстал бы под руководством совета, рабочего совета Москвы. И после этого Булыгинская дума появилась. Буржуазия, что ли, ее выбила? Вот они сели тогда и стали разговаривать. Но царь отдадите ему должное. Он же тогда сделал не так, как у нас в доме. Тут сейчас нет ни рабочей курии, ни крестьянской. Там случайно могут попасть какие-то рабочие, и то по списку Единой России больше ни по какому. Я что-то нету никого больше. Вот вы слышали какие-нибудь рабочие в доме? Это же буржуазные партии. Нет, ну есть там все равно. Буржуазные партии рабочие, что же есть? Рабочие же могут быть на позициях буржуазии. А буржуазии может быть на позицию рабочих стать. Отдельные элементы. Ну, да. Ну, Энгель же был на позиции рабочего класса. А почему? А были дворяне, которые были на позициях освобождения крестьянства. Это не будем упрощать вообще ход истории. Классовый подход не означает, что если это рабочие, то хорошие. Если буржуаз, то плохие. Да это какая-то чепуха. Может быть, во-первых, прогрессивный класс каждый в свое время. Но буржуазия была прогрессивная, была, а потом перестала. Теперь она перестала. Рабочий класс был прогрессивный, но остается прогрессивным, прогрессивным, пока он есть. Но как только его нет, нет классов и нет вопроса. Поэтому его вообще-то власть свергать не надо. Его власть нужна для того, чтобы классов не было. Но свергли ее. И что мы получили? Мы получили теперь такую картину, что у нас снова капитализм, но какой? Реставрированный. То есть реакционный. А раз реакционный, что вы удивляетесь, что у нас вот все затормозилось. Вот смотрите, какая сейчас картина тяжелейшая. Картина тяжелейшая перед выборами президента, когда надо обсуждать не то, кто будет, а что надо делать. И вот тот должен быть президентом, который это будет делать. А смотрите, что получается. Значит, у нас ноль. Вот за этот год сейчас. Четелька в четельку ноль. Вот говорят, цифровая экономика. Вот цифры какие. Ноль, 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 ноль. Вот она цифровая. Болтовня про эту цифровую. А на самом деле средства производства новые очень мало внедряются. Средства производства не обновляются. И поэтому не расширяется передовое производство. Что мы имеем? Ноль. Так. А что касается доходов трудящихся. Доходы трудящихся реальные. 90,5% к 2013 году. Три года снижается. Так. А заработная плата реальная. 92,5% по отношению к 2013 году. Три года снижается зарплата. Вы что натравливаете народ-то на руководство страны? Вы же сами. Кто натравливает? Это кто руководит? Буржуазии руководит. Ну так вы буржуазии. Так вы там разберитесь между собой. Ну понятно, что вы класс реакционный. Но кто-то у вас там есть какие-то. В реакционном классе-то, наверное, есть позитивные, прогрессивные тенденции. Не может быть такого, чтобы там не было ничего прогрессивного, только все реакционное. Но я, например, даже вам могу назвать фигуру, например, Монтаров, министр промышленности и торговли. Он вовсю занимается производством. И оборонкой занимается. И тем, чтобы обойти эти банки, которые денег не дают. А он под 5% через специальные фонды дает под программу развития предприятиям. То есть это делает, старается сделать. Есть и другие люди. Есть замечательные люди, которые развивают хозяйство. В этих условиях им очень трудно пробиться. То есть тут тоже надо смотреть с позиции борьбы. Не видеть это все как однородное. Но состояние-то тревожное. При этом у нас на 10% за прошлый год выросло количество долларов-миллионеров и долларов-миллиардеров. Это как вообще понять? Это так надо понимать, что при нулевом темпе роста это значит взяли у бедных и отдали богатым. Но вот это вот уже было очень дорого стоило правящему классу один раз. И это может снова очень дорого стоить. Почему? Потому что вы ничего не делаете для развития экономики. Или то, что вы делаете, очень слабое. Вы хотите отнимать, отнять и... И поделить. Нет. Нет. И забрать себе. Ничего не поделить. Отнять и поделить хотели и сэр, землю. А большевики хотели отнять и соединить средства производства. Что-то рассказывают, что они говорят, это они эсеровскую программу, земельную реку. Там что просили, крестьяне, то они и сделали. Отняли землю у помещиков. Это чисто буржуазная задача. И поделить ее тоже чисто буржуазная задача. И дальше начинается развитие частной собственности. А вот когда пошла коллективизация, вот тогда уже большевистская программа соединяли. Вы можете за коллективизацию как угодно критиковать большевиков. А вот за то, чтобы отнять и поделить, это к эсерам вопросы. И к эсерам, и к крестьянам. Хотела крестьянство. А большевики хотели поддержки крестьян, так они как честные люди должны были реализовать то, что требуют крестьяне. Это правильно или нет? Это честная политика, честная. Они что, говорили, что это их программа? Нет. Они говорили, это вот программа, крестьяне требуют. Мы должны как народная партия, так сказать, партия трудящихся, мы должны это реализовать. Реализовали. Вот сейчас картина очень тяжелая. Поэтому что я бы хотел сказать? Я хочу сказать, что поскольку у нас нынешний буржарный класс, он реакционный. А он реакционный в каком смысле? В смысле своего происхождения? Ну кто? Из кого они? Во всех смыслах. Из кого? Ну, они есть всякая же антропия. Ну и кого? Вот этот Ходорковский, он помните, был НТТМ. На всех технических творческих молодёрах. Это такие организации, которые были зачатками вообще капиталистических предприятий. Он был комсомольцем. Да, комсомольец, который собирает какие-то вещи, переводит за границу, а здесь продают, спекулируют и так далее. И вот они набрали деньги, потом приватизация. И вдруг у них в руках наше природное богатство. Наша природа. Ну они привыкли при этом ещё не брезговать тем, что кого-то убить, кого-то обестрелить. Вот Невзелен. Одно время он был ректором назначен Невзелен Российского государственного гуманитарного университета. Я вот в этом университете на полставке работал деканом факультета профпереподголовки. Он был мой начальник. Не непосредственно, но прямой. Он сейчас в Израиле скрывается. Он в убийстве обвиняется. От правосудия? Нет, от правосудия. Какого? Буржуанного. Вот. А его утвердил министр. Почему? Он 100 миллионов долларов предложил программу. Да, деньги. И всё было хорошо, пока не дошло дело до разбирательства. И так далее. То есть, из кого эта вся публика? Ну ладно, из кого бы вы не попали. Это, в общем-то, для капитализма характерно. Сначала идёт разбой. Сначала идёт захват. Идут всякие преступления. Это называется первоначальное капиталистическое накопление. Хотите, Маркса, читайте. Там в Англии сгоняли крестьян и овец. В пастбище здесь был. А эти пусть подыхают крестьяне. А за бродяжничество вешали. Это само собой. И там виселица наставили. И всё, так сказать. Если бы там у вас ничего нет, вы ничего не делаете, а как вы можете делать, вас выгнали с земли. Мы вас ликвидируем. И там люди умирали прямо с тысячами. То же самое и здесь у нас. Пять лет назад. Амнистия капиталов. А что, капитал может быть преступником? По-моему, не может быть. Как вы считаете? Вы лучше знаете. Смотря какими методами. Нет, капитал-то не может быть. Это же средства производства и средства для зарплаты. Капиталисты могут быть преступниками. Капитал не могут быть, Дмитрий Юрьевич. Не надо капитал обвинять. Капитал это вот. Это у меня некоторые не понимают. Если я что-нибудь сделал плохое, так вы меня обвиняйте, а не мой пиджак. И не мои часы. И не мой портфель. А тут, конечно. И не портфель у Люкаева. И не портфель у Люкаева. Вот. Поэтому, дескать, пять лет назад мы не спрашиваем. Мы не спрашиваем, потому что знаем. Все это грабительская, преступная приватизация. То есть, говорят, вот, они кого хотят, того и посадят. Да правильно. Потому что все, что сейчас имеется в этих, так сказать, крупных капиталистов, это получено прежде всего грабительским, незаконным, незаконным по меркам буржуазного государства путем. Поэтому любого можно посадить. Да, будете выступать против буржуазного государства, оно вас посадит. Но оно не посадит вас за то, что вы выступаете против буржуазного государства. Говорит, вы можете говорить все, что угодно. Ну, пожалуйста, болтайте и так далее. Но за то, что вы тогда сделали тнот и нарушили закон, сидите в тюрьме. Будете выступать, будете сидеть в тюрьме. Поэтому даже была проведена политика. Равноудаленность олигархов от власти. Есть такой хороший учебник для 11 класса, новейшая история России, под редакцией Филиппова. Очень хороший. Даже я удивился, какой хороший учебник, как история написана. Там написано, специально разделы есть, удаленность олигархов от власти. Вот эта политика, которую проводили. И говорят, что Владимир Владимирович собрал вот этих всех банкиров и крупных олигархов. Говорит, ну, господа олигархи, ну, вы же понимаете, что ваше богатство как получено. Все понимают? Мы вам амнистию ждали. Все понимают. Поэтому не надо рваться к власти. Вы там занимаетесь хозяйством. Не надо. Кто этого не понимает, ну, вот уже товарищ Ходорковский шьет правую варежку. Правую варежку. Так, кто желает шить левую варежку? Нет желающих. На этом наше, так сказать, короткое совещание. Разрешите считать за коротким. И, в общем, эта политика и проводилась, и проводится. Поэтому понятно, что вы это, так сказать, грабили и прочее. Ну, что вы там собираетесь управлять государством? Вот, поскольку дело обстоит так, я хочу для товарищей, пользуясь такой возможностью, которую предоставляете вы, Дмитрий Юрьевич, ну, кратко рассказать, что есть две возможности, два способа увеличить свою прибыль. Так-так. Один, он называется абсолютная прибавочная стоимость. Это все расписано в капитале. Прямо глава абсолютная относительно прибавочная стоимость. Смысл в том, что, чтобы, значит, поскольку рабочий получает только часть созданной им стоимости в виде зарплаты. Так? Поэтому, значит, если заставить рабочего больше работать, будет что? Больше. Больше. Так? Ну, а если уменьшить зарплату, то уже будет больше. И по обеим вариантам идет работа. А именно, вот, скажем, Прохоров предлагал же сделать 60-часовую работу. Это кандидат в президенты был. Это же не просто так, пустячок. Раз, во-вторых, миллиардер. В-третьих, он еще обещал, что будет ее мобиль, который за рубль он продал уже. Ничего он не сделал. И что будет у нас завод светодиодный. Петербургом. Нет никакого завода. Болтун оказался. То есть, для общества ничего не мог сделать. А вот билборды расставил по всей стране. Я вот кандидат. И сейчас у нас думают, что если вы выходите и болтаете, будучи кандидатами, то это не значит, что вы государственные деятели или кандидаты на государственные деятели. Потому что сначала, что вы собираетесь сделать? Ответьте на вопрос, что вы собираетесь сделать, чтобы поднять нашу экономику. Если вам нечего сказать, то нечего болтать. Так или не так? Конечно, так. Вот. Так вот, значит, это вот один способ. Он применяется. Как применяется? Значит, идет инфляция, она отбирает. Что такое инфляция? Некоторые говорят, что инфляция – это повышение цен на все товары. Не. Это повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. Вот на все повышается, а этот рабочий остается с той ценой, которая была. Причем, как это делается? А вот такой включен механизм. Вы слышали про налог на добавленную стоимость? НДС. Да. Вот идет технологическая цепочка. Вот вы сделали продукт. Допустим, уголь добыли. Раз. И в том числе НДС 18%. Вставляете в цену. И продаете кому? Тем, кто делает КОКС. Те, где делают КОКС – это добавленная стоимость, так сказать, труд, который нужен для того, чтобы получился из КОКС батареи. Добыли. С помощью нее добыли КОКС. Еще туда 18% в том числе НДС. То есть налог туда вставить не затраты, никаких затрат нету, а туда налог вставить в цену прямо раз, еще туда 18%. Потом дальше пошли. Потом надо, наверное, чугун делать. Еще туда вставить НДС в том числе. Потом после чугуна сталь. Хорошую лигирую. Еще туда. А потом вы из стали будете делать машины. Еще туда. И начинает наш доказывать потом финансово-экономический блок, как они борются с инфляцией. Да, ребята, вы организовываете инфляцию. Вы вставили, вы вообще, так сказать, нарушили нормальный счет. Нормальный счет считал, какие затраты. Вот закончится производство. Вот вы сделали конечный продукт. Берите с тех предприятий, у которых есть прибыль, раз, из доходов у работников, у тех, кто работает. Пусть они даже работают с членами совета директоров. Или одновременно с членами совета директоров и еще кем-то. Возьмите доходы, возьмите налог с этого дохода из дивидендов. У нас 9 брали. Потом стало стыдно, что говорят, плоская, плоская система налогообложения. Какая же плоская, все 13 сдают бабушки, а эти 9, те, у которых 3 миллиарда, 5 миллиардов, заводы, которые стоят. Ну, сейчас 13 сделали, тоже 13. То есть, у нас сейчас плоская система налогообложения, 13% сдал, и все остальное могу в офшоры загнать, куда угодно перегнать. И перегоняет, постоянно. Полная свобода. Рекой у нас идут деньги, а финансово-экономический блок отсчитывается, говорит, у нас идет колоссальный прогресс. В прошлом году только 300 миллиардов ушло, просто так, выведено за границу. А было 500, если 3 года назад взять. То есть, а потом говорят, давайте мы оттуда вернем из офшоров. Ну, как рыба уплыла, вы хотите ее оттуда вернуть? Это какие-то крохи. Надо, чтобы они здесь, эти деньги оставались и входили в работу. Так вот, то есть, у нас через повышение цен идет уменьшение реального содержания зарплаты, то есть, это вот прибыль возрастает. А вы знаете, что сверхурочные у нас уже вообще никто не считает почти. Сверхурочные колоссальные. У нас вообще-то ограничение 120 часов в год по закону выдерживает. Нет, ответственность есть за это? Нет. Ну, если ответственность нет, 100 будет, понятное дело. И 120 будет в месяц сделать сверхурочных работ. Теперь 4 часа за 2 дня. Ну, как 4 часа за 2 дня, когда работают по 12 часов вот каждый день. Сплошь и рядом такие работы вы найдете. То есть, наша темная, неразвитая буржуазия идет по какой дороге? Заставить рабочего больше работать и меньше получать. Ну, а поскольку он не хочет меньше получать, он просто меньше дает. А как ему меньше дать? Это еще Кейнс предложил и великий экономист английский, лорд, который говорит, зачем вы деретесь там на предприятии? Да вы просто повышите цены и получится, что у него доли будет меньше, меньше, меньше. Вот это и делается сейчас. То есть, перекачка от бедных к богатым, несмотря на то, что разговаривают, мы заботимся, как вы о них заботитесь? У нас прожиточный минимум выше, чем зарплата минимальная. Если минимальная зарплата, меньше прожиточный минимум, это что означает? Это, значит, как бы признанно на уровне государства, что эти люди, так сказать, они не нужны. Они пускай умирают. Но они сразу-то не умрут, они пойдут сначала в больницу, потом они пойдут в аптеку, потом они эти деньги потратят, которые на еду должны были быть приготовлены на лекарства, и, так сказать, тихо уйдут. И поэтому, ну ничего, мы завезем. Нам ведь, у нас же капитализм, это вот у помещиков крестьяне были свои. Если мои крестьяне умрут, я умру, и балов у меня не будет, и у меня не будет барского дома, и у меня не будет дворцов, у меня не будет всего того, что я имею. А рабочие, они же свободные, а раз они свободные, ну эти умрут, которые у меня были. Другие придут. Другие придут. Из Таджикистана, из Кыргызстана, из Узбекистана, ну придут. Найдем. Ну, поэтому они не особенно печалятся, этот класс. Но он, между прочим, должен подумать, что вот по этой линии тупик уже пришел, вот наш новый, то есть реакционный, уже теперь реакционный буржуазный класс, который, так сказать, на волне уничтожения социализма, более высокого строя построил опять снова капитализм, и что он показывает, ну все хуже, чем при социализме, ну все хуже. И образование уже не пять классов в УЗах, а четыре. И Академия наук отделили от институтов, и она в свободу такая имела Академия наук, и они решали, что им делать, и чем заниматься. Все решают какие-то чиновники, есть такое фану, неблагозвучное, фановая труба, вот почему она называется, это Федеральное агентство научных организаций. Все институты теперь все у фана, а если вот нужно бумажку, а вы идите в фана и попросите бумажку, если вам дадут, вам дадут, а у вас денег нет. Вы теперь клуб ученых, вы что делаете-то, это ученые, которые создавали институты, которые создавали ракетно-ядерный щит России, они тебе говорят, вы свободны, ну вы можете в институтах работать, но это институты фана, а не Академия наук. Вот новый президент Академии наук избранной, он говорит, нет, надо, чтобы мы учредителями были тоже, хотя бы, давайте хоть баш на баш, что и фана ваша, и Академия, но так же нельзя, но пока вопрос не решен, это только вот требование нового президента. Ну требуйте, а кто решает, а решает уже не ученый. Вот такая картина. Значит, что нужно делать, спрашивается, что нужно делать, а тут другая форма, как получить высокую прибыль. Да вы сами знаете, надо повышать производительность труда. Ну как, если вы повысите производительность труда, и при этом повысите зарплату, то что получится? Ну все зависит от того, в каком соотношении будет. Если производительность труда растет быстрее зарплаты, знак надо и сделать, то получится, что зарплата на единицу продукции сокращается. Что тогда получается в издержках единицы продукции? Доля зарплаты падает, падает, падает. Не с ростом вообще производительности труда, а с более быстрым ростом, чем рост зарплаты. Зарплата растет, производительность труда растет, Ну, правда, труда растет быстрее, значит, доля зарплаты все меньше и меньше и меньше. Значит, прибыль все больше, больше и больше. Дорогие, так сказать, представители капитала, если вы будете обеспечивать производительность труда на своих предприятиях выше, чем рост зарплаты ваших рабочих, у вас будет расти, соответственно, прибыль. Вот так открытие. Да, это открытие написано в капитале, называется относительной прибалочной стоимости. Абсолютно-то нет, а относительно, да, по соотношению. Поэтому, если вы даже повышаете зарплату реальную, раз, во-вторых, тем более, что записано в кодексе, и 130, и 134, кстати, обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Законно, законом это записано, так не делайте. Все же вам приготовлено уже, и закон уже сделан, и в кодексе есть. Такое делаете? Нет, конечно. Так вы же и свою прибыль, вы еще не понимаете, что такое капитал. Капитал это самовозрастающий, а вот самовубывающий. Бит, у нас все меньше и меньше. Так что это за капиталисты такие? Капиталист должен уже наращивать. А что значит наращивать? Значит, он должен повышать производительность труда, а не меньше всего разговора. Может, я тут в одиночестве сейчас говорю по производительности труда. Что-то молчат. А почему молчат? Ну, если у вас плохая производительность труда, то вы будете молчать про него. А что вы скажете сейчас про производительность труда? А как ее повышать? А как повышать? Очень просто ее повышать. Для этого надо, во-первых, обеспечивать научно-технический прогресс. Ну, про науку я уже сказал. В Академии наук-то дайте такое задание, чтобы они сделали программу развития России на 10 лет. Что не может? Ну, туда добавьте еще министра промышленности и торговли. Нет, увлекаю, пусть он сидит, он на месте сейчас сидит, хорошо. Вот давайте туда добавим министра промышленности и торговли, еще Мандру, который на самом деле занимается ростом экономики. И в тех возможностях, которые у него есть, он это продвигает. Вот давайте поставим задачу, чтобы сделали программу. Теперь у нас какую роль, какую долю занимает государство в экономике? Оно занимает сейчас 70%. То есть у нас государственно-монополистический капитализм. А вы что нам рассказываете про конкуренцию свободную? Это все в прошлом. Это все давно уже ушло. Уже мы находимся на этапе государственно-монополистического капитализма. Так вы, товарищи капиталисты или господа капиталисты, должны быть на уровне государственно-монополистического капитализма. А, соответственно, руководители государства. Ну, где вы нашли такую монополию, у которой не было бы плана? Ну, покажите мне какую-нибудь. Ну, как назовите монополию мировую. Хотите национальную, хотите международную монополию, у которой бы не было плана. Я, кстати, помню, как на заре перестройки орали, что всё это плановое хозяйство, это полная чушь. На самом деле всем рулит невидимая рука рынка. Только рынок, он саморегулируемый туда-сюда. Прошло некоторое количество времени, открылись дороги разнообразные на Запад. И вдруг оказалось, что на Западе с планированием обстоит настолько всё хорошо. И во Франции планирование. А вот в Южной Корее, которая вышла из ничего такого состояния, вышла на передовой технологический уровень, 6 пятилетних планов. Ну хорошо, пятилетний план вы не можете в России создать на всю экономику. Почему? По одной простой причине, что государственная собственность только 70%, а 30% нет. Так вы создаете план на эти 70%, это вы обязаны сделать, потому что это монополия государственная. Будьте добры, если вы не делаете, вы не соответствуете... Проф непригодны. Проф не соответствуете современному уровню. О чём вы тогда разговариваете? А вот этим дайте заказы, вот этим 30% в соответствии с программой развития России на 10 лет, которую вам Академия наук и Минпромторг разработают. Так? Но её надо думой принять, чтобы это не была бумажка, которой никто ей не руководствуется. Это надо думой принять и Советом Федерации сделать законом. План должен быть законом. Для чего? Для той самой части, которая является государственной. Государство-то сейчас какое? Буржуазное. Это ваше государство. Да вы что, своё государство-то не управляйте им? Ваша экономика. Это общак этих всех капиталистов. Вы что, общаком-то своим не управляете? Вы управляете, пожалуйста, а вот за пределами там как бы рынок. Говорят, нас спасёт мелкий бизнес. Вы же сказали, что рынок всё. Рынок показал, что выигрывает только крупное производство. Что самолёты, ракеты-калибр, корабли не сделаешь в ларьках. И, между прочим, не сделаешь и даже в больших гаражах. Ну, сколько вы... А вот мелкий бизнес ваш будет привязан к заказам, связанным с крупным производством. И он-то идёт там своё место и будет развиваться. Не, ну пусть нарезают какие-нибудь, я не знаю, прокладки, штуцера, дочат, ещё чего-то. Да, и несут, и продают, и хорошо. И это делается во всём мире. Так надо понимать, что это такое. Так это называется развитие производительных сил. В чём прогресс, так сказать, прогрессивная, так сказать, или в чём оправдание существования буржи? Только в одном. Что она ещё развивает производительные силы. Сейчас пока она у нас деградирует всё. Поэтому она вообще потеряла оправдание историческое, экономическое. Вы что делаете? Вы что готовите? Вы готовите сейчас революцию-то. Вы, прежде всего. Меньший рабочий класс, он тоже готовится своими, так сказать, силами. Но я думаю, что самую большую подготовку революции социалистической в России сейчас совершает буржуазный класс. Потому что он показал полную неспособность это сделать. Поэтому всё равно. Но мы должны всё-таки посоветовать это сделать. Может быть, всё-таки он осознает, может быть, всё-таки пойдёт. То есть, если он не осознает, то исторически это место придётся уступать раньше или позже, но придётся уступать. Так было и перед революцией. Ленин написал «Градящая катастрофа» и как с ней бороться. Говорил, и это надо сделать, и это надо сделать. И это всё совместимо с интересами буржуазии. Но если вы это не будете делать, придёт другой класс с другим правительством. И это сделает за вас. За вас. Эту задачу превращения в единую монополию – это не социалистическая задача. Это ваша задача. Это ваш государственный монополистический капитализм. Кто не знает, не считал, возьмите империализм как высшая стадия капитализма. Популярный очерк Ленинсов. Популярный, наверное, для буржуазии. Писал и почитайте. Очень вам будет полезно. Тогда вы поймёте, в какой этап вы вступили. Этого рынка давно уже нету, о котором говорили. Рынок, это кажется, что он царит. А на самом деле работа на неизвестный рынок закончилась. Всё идёт по заказу. Работа на заказ. Ну как, допустим, приезжает товарищ Путин в Индии и говорит, нам нужны танки, индейцы говорят. Хорошо, мы вам сделаем. Давайте половину денег за 300 танков, и мы вам сделаем. А сейчас вот вам образец один. Вот, пожалуйста, можете покататься и пострелять. Получили половину денег? Сделали половину. Хотите вторую половину? Давайте ещё деньги и получите ещё. Или вот мы для них сделали авианосец. Викромадит идти. Это наш авианосец, который был продан Украине, потом Украина и Индия продала. Недостроенный. Но у нас он недостроенный, но мы достроить-то можем. Поэтому он и вернулся для достройки к нам. Вот этот самый Викромадит. Тебе говорят, ну вы нам сделаете этот авианосец. У нас нет авианосца вообще. У нас есть авианосные крейсеры. А в России нет сейчас авианосца. А это авианосец. И вот мы его сделали. Говорят, нет, у вас там не тот материал применяется. Давайте мы заменим этот материал на тот, который мы предлагаем. Наши говорят, давайте деньги мы заменим. Заменили. Этот материал сгорел. Индийцы говорят, да, нет. Давайте ваш материал, который вы хотели. Хорошо. Говорят, давайте деньги мы поставим в ваш материал. Все сейчас, все в порядке. Работает, передан Индии. Викромадит, у них есть авианосец. Спасибо русским. Все делают. И танки у них есть. Мы тоже можем сделать. Но прежде чем деньги что-то делать, сначала заплатите и закажите. Заказ. Нет у этого свободного рынка. Какой свободный рынок? О чем вы говорили? Это бабушек всех убрали, которые семечки продавали. Да пусть попробует бабушку где-нибудь продать. Если бабушка, у вас ноги есть? Хочешь, чтобы живые были внуки? Больше сюда не приходи. Ничего не понятно, что такое монополия. Ну, я думаю, товарищи, которые в этом классе, они уже знают, как делается. Кто там старший, кто там главный. И как управляют этим процессом. Поэтому не надо рассказывать про свободный рынок. А то, что рынок порешил наше предприятие. Дескать, он все решает. Решальщики. Вот эти решальщики, по-моему, сажали у нас предприятие. Раз, и нет УЗИЛа. Раз, и нет Красного выборщика. Ничего будет там. Сейчас территория застраивается. Элитное жилье. Элитное жилье. И еще там нет предприятия, там нет предприятия и так далее. Так вот, что нужно делать? Программа. Раз, примите программу на 10 лет. Вы же китайцы сходите сотрудничать. Как вы собираетесь с ними сотрудничать? У нас 1,7% мирового ВВП. 14 место. А было, между прочим, второе место в мире и в СССР. А у России царской было пятое место. А у вас сейчас 14. Как собирается сотрудничать? Китай пойдет вперед. У него темпы роста 7,2%. А у нас цифровая экономика ноль. И вообще ничего не растет? Сейчас нет. В этом году ничего. Ноль. А в чем причина? Как причем? Комплексная. Причина в том, что... Да нет, а причина того, что не растет, не должно быть. Причина, может быть, того, чтобы росло. А причина того, чтобы растет, две. Во-первых, нужно все старье заменять на новое с циклом обновления 10 лет. Это значит, что каждый год должно заменяться 10% всего парка оборудования, средств производства. На что? На старое будете заменять или на новое? На новое, конечно. Ну, так если вы на новое будете заменять, то у него производительность труда... Рабочие-то те же самые будут. А на производительность труда сразу даст замена. Каждый год 10%. Для этого надо принять закон о том, что амортизация должна быть 10%. А знаете, сколько это в деньгах? У нас 74 триллиона. Оценка активных производственных фондов. Это 7,4 триллиона. Вы слышали разговоры про триллионы, когда говорят о нашей экономике? Вот туда миллиард, сюда миллиард. Ну, вы чего, ребята? Это вы в ларьке рассуждаете. О чем вы говорите? Какие миллиарды? 7,4 триллиона. Но это не из прибыли. Это же амортизация, это издержки производства. Они эти издержки производства не направляют в производство. Наши капиталисты дорогие. А куда они их направляют? В офшор? Нет, сначала прибыль. А уже прибыль в офшор. А из офшоров они кое-что потом тем уже принадлежат тем предприятиям, которые там зарегистрированы. Наше предприятие здесь, и они как бы вот теперь уже иностранные эти предприятия. То есть игра идет вот в такую вот картину. А там покупаются дома, там квартиры. На случай, если взять, и возьмут, и уедут. Вот у нас, который наше проводное радио возглавлял товарищ. Оказывается, у них две квартиры в Америке. Но его все-таки сняли. Потому что, между прочим, по этому радио, ну, по проводному нужно будет и в случае потребования гражданской обороны сообщения давать. А он там сидит, он уже там уже все устроил в Америке. Осталось только и уехал. Но он не уедет. Зачем его? Там он столько денег не получит, сколько здесь. Он будет здесь сидеть. Ну, сняли его с этого. Но он не бедный. Не бедствует после этого. Это первое, что нужно. Сразу будет рост производительности труда. Сразу. Вот. Но это надо так сделать, чтобы вот год прошел, еще 10%. И все время 10%. Вот есть такое предприятие, на котором 10-летнее было оборудование по возрасту. Видели такое предприятие? Я работал на предприятии, где было 50-летнее оборудование. А я был на Балтейском заводе и видел там 1800 такого года, как там стоить обдирной станок. Так, второе. Но это не значит, что он плохой. Кстати, о птичках, когда многие говорят, что это вот древнее. Нет, он хороший. Он хороший. Он обдирал. Он первый проход. А у нас были прессы, которые прицелились. Да, и послевоенные, и очень точные. В том числе и трофейные станки еще есть. Но вы заменяете, но вы должны же понимать, что если у вас... Пресс заменять смысла не было. Ему надо было менять пуансоны, которые он... Да, да. То есть как раз успокоившаяся сталь, она не будет болтаться, она не будет вибрировать. Поэтому вы дорабатываете, берите, их обновляете, это оборудование и так далее. Да, но мы это все продавали куда? На переплавку в другие страны. А сами лезли опять за рудой. Вот мы здесь сидим. Это большая производственная стручка. Откуда все распилили и продали. Так, теперь капиталист. Это кто такой? Тут что такое капитал? Можно я скажу? Да. Капитал самовозрастающая стоимость. Так. То есть если она у меня не возрастает, это не капитал, я не капиталист. Так у вас самовозрастающая, а у вас она самовобывающая. Что нужно для самовозрастания? Нужно каждый раз, после каждого цикла производства, получили прибыль. И часть прибыли отправить в производство. Куда? На новые рабочие места и на зарплату для новых работников. Так? Чего тут непонятного? Это все написано в капитале. Это все разжевно. Капитал наши издают. Для буржуазей там больше, чем... Но не читают, но что делают? А если читают, но не делают? Ну, видимо, для буржуазей там очень дорого. Полторы тысячи надо, не меньше заплатить. Здесь хорошая азиатская поговорка. Можно подвести Ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан. Да-да-да. Вот такая штука. Значит, что нужно делать? Нужно накоплять. Ну, допустим, государственные предприятия 80% прибыли вернуть в производство. Никуда они не должны уехать. Это фонд накопления. Вот фонд накопления – это прямой источник темпов роста. О чем угодно говорят про темпы роста. Какие-то там... Да, я вас перебью, Михаил Васильевич. А вот если они это не делают, то есть если это, так сказать, прописные азбучные истины, а они этого не делают. А у нас диктатура закона. А по всей видимости, они деньги из каких-то других мест берут, нет? Нет. Они просто эти деньги отправляют, и все, за границу. Это же их деньги. Это надо принять закон о том, что 60% прибыли фонд накопления, и фонд накопления, если за нарушение этого закона, значит, если вы не направляете его в производство, это все равно, что вы... Это хуже, чем вы украли. Вы родину уничтожали. Это вообще получается смешно. То есть человек, который просто в силу, я не знаю, законов природы, должен непрерывно наживаться, расширяться, а он этим не занимается. Он не занимается, он в силу законов капитализма. Вы создали, хотели капитализм? Вот, пожалуйста. И для того, чтобы его заставить заниматься капиталом так, как это должно быть по закону, надо репрессировать тех капиталистов, которые не отвечают интересам класса капиталистов. Ну, подавлять. Согласен. Мы же с вами говорили, что такое принуждать нужно. Убедить, но и принудить. Сейчас мы убеждаем с вами. Звучит круто. Убедить, но и принудить. Для того, чтобы ты богател, мы должны принять закон, чтобы ты богател. Да, богатей. Но ты будешь богатеть, а от прибыли будет и от доходов, которые будут расширяться, будет государство богатеть. И тогда возможности государственные. То есть, речь идет о том, что класс, если у него 70% государственная собственность, он же не должен быть бедным. Чего он побирается? Говорит, давайте вместо индексации пенсии по 5 тысяч выдадим. Вы что собираетесь? Или Кудрин выступает. Ну, не стыдно. Дескать, надо вот возраст передвинуть. Вот какой же научно-технической? Вы хотите, чтобы старики, пожилые у вас там работали? У вас что? А у вас безработица? Вы что? А что вы предлагаете? У вас безработица 4,5%. Поэтому сдвинем кем-серогу возраст. О чем разговор? То есть, разговор о том, чтобы не трогать это. Нет, уж если у вас класс капиталистов, если это единый класс, если это общак, так вы, пожалуйста, вот общее решение примите, а кто будет от общего решения отходить? Карать. До 5 лет. Вот если он не накопил. Ну, если вы этого не сделаете, ну, хорошо, ну, вы просто рассаскиваете все. А тогда и чиновники берут. Они смотрят, эти, значит, богатеют, ничего не создают. А я пришел наверх. У меня тоже приоритет личных интересов. И почему? А я же, так сказать, должен волю капиталистов выполнять. Да я сам хочу быть как капиталист. Я и набираю карманы, что пристали Куликаеву, дескать. Ну, взял 2 миллиарда с кем не бывает. Бывает. Дело же кейские. Подумаешь, какие-то деньги вон. Так что, ну, бывает, что заполнен весь гараж деньгами. Ну, тоже с кем не бывает сейчас. Много таких случаев. О чем вообще разговор? Вот еще обсуждают. Захарченко семья предложила, и адвокаты объявить это кладом. 8 миллиардов. Ну, как бы вы открыли, пришли из органов, а там клад. 8 миллиардов в сумках. А за клад васят вам 10 процентов. Остальное государство. Да. И все. И не трогайте. Но на всякий случай и жена, и мама уехали за границу. За кордон. На всякий случай. А вдруг вы там что-то придумаете, что это не клад. Вот. И начнутся какие-то меры. То есть, вот. Они здраво рассуждают. Я чисто по-милицейски. Здраво. Ты докажи преступное происхождение. Да. Не можешь доказать, значит, клад. Да. Хотя многие экономисты говорят, если это не трудовой доход, то преступный. А тут вообще я со своей стороны выступлю, так сказать, относительно законов. И если у тебя нашли такие деньги, доказывай закон на их происхождение. Конечно. Не можешь доказать, значит, происхождение преступное. Все. Тут вот по-другому быть просто не должно. Ну вот, значит, вот это вот, собственно говоря, вот этот, эта часть накопления, это и есть, вот, можно сказать, драйвер или там источник или вот сердцевина темпов роста. Ну, если вы накопляете, у вас будут темпы роста. Не накопляете. Ну, не будет темпов. Темпы роста только за счет... Камортизацию тоже не делают, о которой мы говорим. Этого не делают, этого не делают. Теперь говорят, а откуда деньги на это? Ну, во-первых, ну, во-первых, перестаньте тормозить производство. Это вы на каждом этапе технологической цепочки вы всунули налог на добавленную стоимость, 18%. Ну, дойдет производство до конца, получит прибыль капиталист. Возьмите вы из этого капиталиста какую. Ну, вот, осталась Россия. Еще, говорят, две страны есть, не знаю какие, у которых есть плоская шкала налогообложения. Везде прогрессивные. Ну, если, вот, скажем, вы богатый, я бедный, с вас возьмут во Франции 56,8% прибыли. 56,8% дохода. Дохода, вернее. Вот, если вы миллиард евро получили, 568 миллионов отдайте. Будьте любезны. Да. А 432, это можете в Куршавель поехать. Вообще-то никого уже не волнует. Вы свою государственную задачу выполнили, но потом на следующий год давайте вот еще в политике... А Франция еще не разрушилась от этого? Нет, она и не разрушится. Потому что, если люди немножко понимают в политике, они должны сделать второй шаг. А дальше это что будет? А дальше начнется Новый год. И государство будет давать заказы. Мне оно даст заказ? Ну, раз ты столько бабла приносишь, конечно, даст. Вам оно и даст заказ. Сколько? Да такое, так сдавали-то все, а получили те, кто больше сдавал. Поэтому все говорят, вот там власть крупного капитала. Да как раз власть крупного капитала, крупный капитал, и получит заказ. И он обогатится. Потом он опять сдаст больше всех. И еще больше обогатится. И так как вот сердце бьется, тут сокращение идет. Так, 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 так. И поэтому с каждым шагом богатеет и богатеет и богатеет французские капиталисты. А наши, ну только за счет каких-то жунических операций, ну что вы такое сделали, чего обновили? Или за счет того, что мы продаем ресурсы? Вон этот Навальный говорит, я, значит, предлагаю расходы на медицину, на продавание, а источник, говорит, ресурсы будем продавать. Молодец. Россию продавать будем дальше. Продавали, продавали, еще один продавец пришел продавать. Мы сейчас говорим о том, как развить экономику. Что тут такого, неизвестно. Вот это называется относительная прибавочная стоимость. То есть, ваша прибыль будет расти, зарплата тоже будет расти. И раз она зарплата будет расти, обострения такого не будет. Ведь мы же говорим о законе единства и борьбы противоположностей. Что только о борьбе будем говорить? О единстве. Ну вот это если прибыль будет расти и зарплата, это единство. Потом на предприятие. Если разрушится капиталистическое предприятие, рабочих не будет зарплаты. Поэтому рабочие тоже должны об этом. Какой-то абсурд, Михаил Васильевич. То есть, на мой взгляд, это все, я не знаю, я не экономист, но на мой взгляд, все это прописные истины. В рамках которых должно развиваться государство, производство, экономика. А люди, ужас, зарабатывают деньги. А вы этим самым прописные истины в тюрьме когда-нибудь преподавали? Вот они, ну там как раз будут слушать, а у них свободное время и так далее. А эти люди заняты, они все время грабят, грабят, грабят. Вы не поверите, в свое время даже за деньги рассказывают. Ну, как себя там вести надо и все такое. А вот бесплатно мы сейчас рассказываем. Надо, наверное, Михаил Васильевич, некий краткий экономический курс, что писал товарищ Карл Маркс. Ну, вот мы главные, вот сейчас уже и рассказываем, вот то, что нуля, вот это самое главное. Самое главное, чтобы развивалось производство. Если не, ведь капиталистическое производство или капитал, ведь капиталисты это персонификация капитала. Это, так сказать, лицо, которое должно этому требованию отвечать. Так вы будьте достойны звания капиталиста. А если это капиталист, так вы должны развивать производство. Где ваша производительность труда? Не надо нам рассказывать про то, про цифровую экономику, про роботизацию. Ну, какая роботизация? У вас старье везде стоит, и вы не накапливаете свой капитал. Капитал, все, предприятия, остается мощнее и больше, строится должно. Захват мирового господства. Да, пожалуйста, делайте. Вот. Тогда вы можете претендовать на то, чтобы еще, кроме, сказать, паразитических функций, выполняете какие-то еще общественно необходимые. Вот. А сейчас получается, что мало того, что вы не делаете, не выполняете свои исторические роли, вы хотите таких ставленников поставить в свои, так сказать, органы власти, которые, так сказать, себе кладут в карман. Потому что они настроены только на одно. Урвать, 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 урвать. Ну, это вот на этом сильно богатым не наживешься. Вот бандиты, например, никогда не бывают богаче капиталистов. Никогда. Невозможно. Ни бандиты, ни воры. Ну, вот не надо быть просто... Ну, были вы, вышли вы из бандитов, из воров. Ну, бывает. Прошло. Сейчас вы уже стали... Создали предприятия, или захватили предприятия, или украли предприятия. Ну, есть предприятия. Так вы развиваете их дальше по науке. Вот что надо сделать. Теперь второе. Значит, надо сделать, как я сказал, налог на доходы прогрессивный. Ну, берите за пример Францию. Не хотите Францию, американцев возьмите за пример. Ну, у них 33% примерно за крупный капитал. Ну, возьмите Англию, хотите Австралию 50%. Ну, такого нету, чтобы 13%. Это смешно. И ходит, понимаешь, государство с протянутой рукой, и все время рассказывает, то ли еще денег нет, но вы держитесь. Ну, что... Ну, так как вы же председатель правительства, да как у вас денег нет? Ну-ка, вы организуете, чтобы было? У вас есть партия Единой России, там есть все места в парламенте. Большинство гарантировано. В чем проблема-то? Принять закон. Значит, 60% на накопление. А для государственных предприятий 80% на накопление отправляют. И у вас темпы роста сразу будут, со следующего года. Нет, ну, так рассказывают, что что такое не делать? Лишь бы не делать повышение темпов роста. То есть, я даже не знаю, вот, вроде объясняем такие элементарные вещи. Дальше пойдем. Вы хотите... Понимаете, что производительность труда за это время, за советские времена и после революции выросла в десятки раз. Ну, что у вас 8 часов? Вы дайте людям вдохнуть. Ну, сделайте 7 часов. Потом 6. А вот, товарищ Топилин, чтобы вы не говорили, что я вот все время выступаю против представителей власти. А вот я вот одного министра хвалил. Вот еще хочу одного похвалить. Топилин, Максим. Он на форуме Петербургском выступал. Сказал, конечно, надо к 6-часовому рабочему дню переходить. А потом и к 4-часовому. Ну, вы будете меньше работать, больше отдыхать. И творчески будете относиться к делу. У вас и семья будет, так сказать, у них там без конфликтов будете обходиться. У вас здоровье будет другое. Потом сейчас вы видите, сколько дорога занимает. Сейчас нет у человека свободного времени. А свободное время, определение свободного времени, вот я сколько ни спрашиваю, неправильно говорят. Свободное время – это время, не то, что оно нерабочее. Так нерабочее время вы спите, идете к врачу, вы убираете, вы подметаете, вы покупаете, вы стираете. Где это свободное время? Или чушь какую-то смотрите по телевизору, когда вы чушь смотрите, это свободное время или нет? Нет. Нет. Почему? А по определению свободного времени. Маркс определял, свободное время – это время для свободного развития. А вы же деградируете, когда смотрите эту чушь. Я не знаю, может, вы это не деградируете, потому что вы думаете, как потом про это что сказать? С этого денег нажить, да. Ну вот, короче говоря, значит, что мы тут получаем? Мы получаем, что вот есть возможности, таким образом, и финансовые для этого. И надо сокращать рабочее время, и надо повышать реальную заработную плату. А производительность труда повышаете больше, и ваша прибыль будет расти быстрее, чем зарплата. В чем проблема? Вот вам некая компромиссная ситуация. Капитализм пока остается. Ну а если вы не будете этого делать, то капитализм, он не вообще обречен исторически, он просто будет в короткие сроки обречен. То есть это все кто? Правящий класс приводит дело к тому, чтобы его прогнали. Но не ведите себя так, по крайней мере. И так рабочий класс, независимо от вашего поведения, будет готовиться, чтобы вас прогнать. Потому что ему не нравится, когда его эксплуатируют. Это не может нравиться. Потому что он все создает, а вы все получаете. А вы тут еще и ахальничаете, как народ говорит. Мало того, что вы прибыль свою получаете, баснословную, когда темпы роста ноль. А вы еще и получаете за счет того, что вы отнимаете у граждан. Но если вы отнимаете, даже попробуйте у собаки отнять. И там вас может съесть. У кошки попробуйте отнять то, что ей положено. Давали, давали, теперь не даете. Она может цепиться. Ну что вы дразните-то, народ? Не дразните. То есть вы готовите, я так понимаю, революционную ситуацию. Ну, может у вас такие-то тайные планы. Там, наверное, в классе капиталистов сидят там спящие, не спящие, которые хотят подготовить тут революцию новую, социалистическую. Ну тогда извините, что мы тут вмешиваемся в это дело. Как-то советы вам даем. Тогда эти советы вам не нужны. Давайте, ухудшайте положение рабочих. И вот это самое сверхмеры обнищания, это одна из составных частей революционной ситуации. Читайте, товарища Ленина, революционной ситуации. Ну вот, так сказать, классовая борьба ведь не должна состоять в том, что это против. Нет. Вы свои-то задачи решаете. Вот вы есть класс, у него есть экономические интересы. Вы их решаете. Если вы сталкиваетесь с другим классом, вы его подавляете. Это называется репрессирование. Никуда мы, если пока есть государство, никуда от этого не уйдем. Сейчас репрессируют. И тех, кто недоволен, и тех, кто думает, что можно без этого обойтись, все равно государство эту функцию будет выполнять. Потому что это государство. Государство это что? Это машина насилия в интересах господствующего класса. И если вам хочется это назвать репрессиями, то есть подавление тех, кто мешает государству этому классу, то называйте это репрессиями и памятники ставьте все время постоянно тем, кого репрессировали. Потому что все государства во все времена и нынешние, и государство диктатуру, это тоже будет и будущее репрессировать. Подавлять тех, кто против советской власти. А как вы думаете? Ну как вы против советской власти, а власть советская? Она будет вас подавлять. Вы за советскую власть? Она будет вас подавлять, только если там какие-то враги попали в органы советской власти. Тогда их надо подавлять. То есть, эта функция никуда не одевается. Хотите, чтобы не было репрессий? Надо, чтобы не было классов. Давайте поговорим по этому, уже в заключительной части, о том обществе, где классов не будет. И вот это, во-первых, начинается после революции социалистической, и был такой нормальный ход. И этот нормальный ход сейчас есть в Китайской Народной Республике, там на Кубе, в Лаосе, в Социалистической Республике Вьетнам, где 90 миллионов человек. Там переходный период от капитализма к коммунизму. Там есть классовая борьба? Конечно. Какая? Вот там есть капиталистический уклад? Так. И есть уклад коммунистический, они борются по принципу кто кого. Ну, вот, я думаю, может быть, встаёт такой вопрос тогда, о том, а какая классовая борьба в переходный период от капитализма к коммунизму, какая классовая борьба при социализме, то есть в первой фазе коммунизма, она остаётся ещё? И какая борьба продолжается при полном коммунизме, когда классов не будет, и когда опять этот самый закон, единственная борьба в предположенности, будет выступать не в виде законов классовой борьбы. Ну, вот, так сказать, некая перспектива, или некая, так сказать, тема, или некое предложение, которое мы должны будем рассмотреть. А может быть, сегодня на этом закончить и пойти? Остался в глубокой задумчивости. Наверное, надо, как есть, курсы красных командиров. Продолжить. Наверное, надо какие-то курсы юного буржуя, как, что такое капитал, как с ним обращаются, и что вообще делать-то надо по жизни. Такое чувство, что граждане, сидящие наверху, они не совсем понимают. Ну, считайте, что это вот, как бы, ну, такой краткий курс, начальный есть. Спасибо, Михаил Васильевич, с нетерпением ждём продолжения. Спасибо. А на сегодня всё. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»